Решил очередную приблузочку для молотка сделать пробойничек. Сейчас вот так вот отпилим и будем делать пробойничек. Чтобы красиво отпилить, вот такой есть отрезной круг миллиметровой толщины. Рез будет тоненький, аккуратный. Дальше собираем токарный станочек. Неплохо получается. Вот такая получилась заготовочка. Сейчас я немножко допилю, посмотрим, что дальше будет получаться. Дальше обрабатываем шкурками 240, 320 и 500. Просто надо загладить. Теперь тут два варианта. Либо просверлить отверстие, нарезать резьбу. Я сейчас попробую, если у меня получится ее зажать. И все будет нормально. Попытаюсь нарезать резьбу отсюда. Что-то не очень получается. Отмерим диаметр. Где-то получается 6. Вот здесь у нас 12. Значит надо здесь снять фасочку. До 7 миллиметров надо снять. 10 миллиметров. Еще надо 3 миллиметра снять. 8,5 миллиметров. Наконец-таки заготовка соответствует. Сейчас будем нарезать резьбу. Вот резьба нарезана. Все хорошо. Теперь будем точить эту сторону. Вот такая вот заготовочка получается. Поменял я диск на тонкий отрезной. Продолжаем. Немножко полирну на всякий случай. Вот что получается. Задывалочка. Теперь буду ее обкатывать. Вот этот вот получился неудачным. Я немножко тонче сделал. Резьба тут не получилась так. Это ни о чем. Ну первый раз. Вторую сделал. Теперь третью заготовочку нарезаю. Дело в том, что уже я ее опробовал. Постучал. Можно и на пробойник ставить. И можно на молоточек ставить. В общем, кому как понравится. А этот диаметром хочу сделать поменьше. Теперь уже нашел вот такой напильник. Он как раз очень хорошо работает. Хорошо снимает стружечку. Ну и теперь уже с размерами под резьбу. Я не ошибся. Сделал как надо. Поэтому резьба нарезается нормально. Вот так получается. Теперь вот эту сторону буду делать. Вот такая вот заготовочка получилась. Я теперь ее где-то укорочу в половину. Здесь у нас диаметр 12 миллиметров. Здесь я думаю сделать что-то в пределах от 4 до 8. Примерно так. Ну эта обкатка покажет, что мне больше понравится. Несмотря на то, что вроде бы пластик. Если его сделать острым, он будет лак колоть. Так что, какой диаметр окончания будет у этого пробойника, покажет у нас тест. Вот такой наборчик получился. Уже я его обкатал. Работает великолепно. Жесткие пробойники. И в то же время, несмотря на то, что окончание очень тоненькое, мы видим, лак они не деформируют. И легкие очень. Еще один момент из пробойников при работе. Особенно при работе, когда металлическая резьба, металл и металл. Они через какое-то время начинают откручиваться. Эти так сидят, вязка плотно. Покажу сейчас вес. А, вернее для начала диаметр. Так, диаметр этот у нас получается 12. Этот 14. Но этот у меня чуть более выпуклый овалом. Этот, как бы, ровно. Этот тоже овальчиком. Получается где-то здесь 7. Ну и здесь где-то 2,5 под 3. Ну и сейчас вес. Лампа Вадима, зажгись. Чуть бачком поставлю. Тут было видно. Вот мы видим нолик. 16 грамм весит. Вот такие пробойники. Я экспериментирую. Иногда при работе возникает желание или потребность поменять жесткость керна. Или на молоток какую-то мягкую насадку насадить. Чтобы более мягко осаживать. Почему? Потому что очень часто при работе вот таким инструментом по незнанию, по неумению или еще почему Вот от таких вещей остаются такие маленькие, как бы, вмятинки. Ну то ли тороплюсь. Вот прототип. Тоже самое. Не знаю откуда это. В медтехнике купил и вот такую вот ручку приделал. Тоже самое. Очень эффективно бьет. Тут что-то мягкое. Но от такого вот материала. Не знаю, что это. Второпласт не второпласт. Но что-то похоже на второпласт. Вот пробойники. Они более жестко работают металлические. Еще раз повторюсь. Они со временем начинают выкручиваться. Вот эти вот насадки. Они лишены этого минуса. Вот такой вот наборчик. Я его уже обкатал. Мне понравилось. Кому интересно, можете попробовать себе поточить.